Нижнего Новгорода Нижнего Новгорода Точнее, с бутылкой и крышкой, которую нужно было открутить ударом ноги с разворота. Авторство незамысловатого флешмоба приписывает чемпиону UFC в полулегком весе Максу Холуэю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто-то усложнял задачу и отвинчивал крышку сразу с двух бутылок. Попытки выполнить условия флешмоба делали и персонажи блокбастеров. Правда, не совсем удачно. Каждый участник хотел привнести что-то свое и усложнить задачу. Так, сотрудник одной из пожарно-спасательных частей Северной Осетии участвовал в челлендже в полной экипировке. Олимпийская чемпионка Алина Загитова присоединилась к челленджу во время тренировки на льду. Войнослужащие индийской армии отвернули крышку дулом танка, но без разворота. Это считается? Не у всех получалось. Но некоторые были особенно настойчивы. Не получилось ногой, получится пулей. И получилось. К осени челлендж пошел на убыль. Три дня назад в сети появился, похоже, последний пост. В дело пошли дротики. И это уже совсем другая история. Или челлендж. История, достойная Голливуда, которая произошла в Калифорнии, еще раз доказала, что все возможно. Нужно только верить и делать то, что ты любишь. Полицейский из Лос-Анджелеса записал на видео выступление бездомной певицы в подземке. Ролик с выступлением блондинки в пустом метро опубликовали в Инстаграм в конце сентября с подписью «4 миллиона человек называют Лос-Анджелес своим домом». 4 миллиона истории. 4 миллиона голосов. Иногда нужно просто остановиться и послушать один из них, чтобы услышать нечто прекрасное. На кадрах женщина исполняет арию из оперы итальянского композитора Джакомо Пучини. Слова «Иль дайте мне надежду, или я сойду в могилу» стали для певицы пророческими. После публикации запись быстро набрала десятки тысяч просмотров и приобрела вирусную популярность. О женщине рассказали почти все крупнейшие американские телеканалы и издания, в том числе и российские. Конечно, журналисты выяснили подробности жизни героини ролика. Ее зовут Эмили Заморко, ей 52 года. В США она переехала из России, когда ей было 24. Раньше эмигрантка давала уроки музыки и играла на скрипке на улице, но потом заболела, да к тому же хулиганы сломали ее музыкальный инструмент. В череде жизненных неурядиц Эмили лишилась дома и теперь живет на пособие. В тележке, накрытой пледом, сложно все ее имущество. После публикации в Инстаграм полиция Лос-Анджелеса запустила компанию по сбору денег на новое жилье для Эмили. Уже собрали больше половины нужной суммы. Пока ее поселили в отеле. Также женщине нашли работу. Ее пригласили петь на открытие итальянского фестиваля. Когда Эмили спросили, что еще мог сделать для нее, она попросила встречи с полицейским, который записал видео, чтобы поблагодарить его. Кто знает, быть может настойчивый Саровского кладоискателя тоже когда-то принесет ему славу и известность. Сергей Клочков обследует окрестности родного города на предмет сокровищ. Вторые выходные. И вот он, солнечный металл. А-а-а, золотая, 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 золотая. Ха-ха, я разбогател. Дальше пошли монеты различного достоинства. Советское золото, 62-й год. Вот пролежало столько, а как новенькое. А советские после шестидесятники достаешь. Вот я три монетки достал, три копейки. Все в хлам. А в болотистой части все в идеальном состоянии. Я задолбался обходить болото. Столько советских денег, что я просто уже плюнул на эти сигналы. И думаю, все, уже силы закончились. Все. Не понял. Ес, 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 ес. Ха! И самое ценное на сегодня находка. Я уж не знаю. Как? Ну, вот это вот гиря. Ха-ха-ха. Ах, 16 пудов. Берем и спортом занимаемся. Берем. Вот это, да. Вот это подгон. Ну, что еще может быть интересненькое после гири? А это советская турка. Для подводного плавания. Хо-хоу. Цвет мет. Герой другого ролика тоже, видимо, мечтает о славе. Его метод рисования картин пригодится тем, кто совсем не дружит с кисточками. Для этого нужна емкость с краской, веревка и холст. Банка с краской подвешивается и раскачивается стороны в сторону. Полотно крутится, краска льется тонкой струйкой. Все. Шедевр готов. В Париже проходит неделя высокой моды, а у нас своя мода. Кошачья. Другой ролик никого не оставит равнодушным. Собака боится ездить на эскалаторе. И хозяин берет на руки довольно взрослого пса. Посмотрите, как четверногий друг его обнимает. Вот так совсем не страшно. Купание малышей – это всегда мило и весело, а купание слоненка вдвойне милее. Только посмотрите, с каким удовольствием купается детеныш самого большого сухопутного млекопитающего. Как обычно, в конце выпуска – релаксирующее видео. Установка – ни о чем не думать, только смотреть и наслаждаться. Рисование на воде как раз подходит для этого. Техника Эбро увлекательная и совершенно несложное занятие. Оно отлично развивает фантазию и чувство цвета. Во время смешивания красок получаются непредсказуемые орнаменты и рисунки. В итоге мы видим замысловатые линии, которые напоминают узоры на природных минералах или оперения экзотических птиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова